Здравствуйте, друзья! Мы начинаем с вами 36-ю грамматику. Наконец-то изучаем с вами употребление субженктива. Начнём с вами с четырёх аспектов. Это то, что субженктив употребляется в фразах, в которых выражается, например, необходимость, nécessité, волюнтэ, какое-то желание, воля, sentiment, какие-то чувства, эмоции, и jugement, суждение. Давайте посмотрим примеры. Несеситэ, il faut que tu viennes, необходимо, нужно, чтобы ты пришёл. Волюнтэ, nous avons voulu qu'il parte en Корс. Nous avons voulu qu'il parte en Корс. Мы хотели, мы захотели, чтобы мы ехали на Корсику. Ensuite, я дезирь, что ты выпустишься на Корсику. Я дезирь, что ты выпустишься на Корсику. Мне бы хотелось, чтобы ты немного отдохнул. Ensuite, я хочу, чтобы вы венее, что-то. Я хочу, чтобы вы венее, что-то. Он хотел бы, он желал бы, чтобы вы сегодня вечером пришли. Sentiment. Je suis content que vous acceptiez mon invitation. Je suis content que vous acceptiez mon invitation. Я доволен, что вы принимаете моё приглашение. Il est inacceptable que tu jettes les papiers par terre. Il est inacceptable que tu jettes les papiers par terre. Недопустимо, неприемлемо, что ты бросаешь бумагу на землю. Ensuite, je trouve normal qu'il fasse cela. Je trouve normal qu'il fasse cela. Мне кажется нормальным, что он это делает. И bien, тут нужно помнить о том, что есть два таких небольших нюанса. Во-первых, это глагол «espérer». В русском языке этот глагол имеет более эмоциональную окраску. Мы даже можем его перевести не как «надеяться», а как «чаить». В французском же «espérer» это практически глагол «ждать». После него никогда не будет субженктива, будет индикатив. И вот пример. Je espère qu'il n'est pas malade, qu'il viendra ce soir. Je espère qu'il n'est pas malade, qu'il viendra ce soir. Я надеюсь, что он не болеет, и сегодня вечером придёт. В первом это индикатив «настоящее время», а во втором индикатив «это futur simple». Ensuite, дальше нюанс. Если у нас подлежащее, и во втором предложении такое же подлежащее должно быть, то есть подлежащее говорить о подлежащем, то у нас не будет предачного предложения, а будет предлог «de». На французском это правило звучит «si le sujet parle de lui-même, он utilise l'infinitif». То есть «je suis content de venir», «я рад, что приду». Мы не говорим «я рад, что я приду». И в французском то же самое. «Je suis content de venir». А теперь давайте посмотрим каждый из нюансов из четырёх аспектов, которые мы видели, по порядку, и будут даже упражнения. On y va. Voilà. Примеры de la nécessité. Il faut que tu sois à l'heure. Первая часть предложения «il faut» выражает как раз-таки эту необходимость. Дальше стоит «que» по правилам. И дальше глагол должен быть в субжонктиве. И мы видим, что глагол «être» в субжонктиве. «Tu sois à l'heure». Il faut que tu sois à l'heure. Второй пример. Второе предложение, которое также выражает необходимость. «Il est nécessaire» необходимо. «Il est nécessaire» – тут я пропустила «que». «Il est nécessaire» – «que nous parlions au директор». «Il est nécessaire» – ставьте «que» – «que nous parlions au директор». «Необходимо», чтобы мы поговорили с директором. Тут глагол «parler» также в субжонктиве. Видите, у нас окончание «i» и «on es» – это окончание субжонктива, которое такое же, как и «un parfait». On y va. Regardez, s'il vous plaît, les exemples. Посмотрим, давайте с вами примеры. Вы должны переформулировать фразы. Вместо «je dois» поставить, например, «il est nécessaire» или «il faut». И вот эти предложения будут у вас в субжонктиве. Смотрите, давайте их прочтем с вами. Я читаю, вы повторяете за мной. «Je dois avoir plus d'informations». «Je dois avoir plus d'informations». То есть «мне нужно больше информации». Вы делаете «я должен иметь больше информации», а вы делаете фразу «il faut», чтобы я имел больше информации. Давайте посмотрим все предложения, потом вы выключите меня и будете делать самостоятельно. Перепишите все это, а потом там дальше будут ответы. Будут те молодцы, кто сделает самостоятельно, а потом проверить со мной. Давайте сначала прочтем и переведем. «Je dois boire plus d'eau». «Je dois boire plus d'eau». «Je dois boire plus d'eau». «Мне нужно пить больше воды». «Il doit comprendre le principe du travail». «Il doit comprendre le principe du travail». «Он должен понять принцип работы». «Elle doit attendre un peu». «Elle doit attendre un peu». «Ана должна немножко подождать». «Nous devons appeler tous les clients». «Nous devons appeler tous les clients». «Мне должны позвонить всем клиентам». «Nous devons appeler tous les clients». «Vous devez vous souvenir de cette situation». «Vous devez vous souvenir de cette information». «De cette situation, pardon». «Vous devez vous souvenir de cette situation». «Вы должны помните об этой ситуации». «7. Ils doivent voir le résultat eux-mêmes». «Ils doivent voir le résultat eux-mêmes». «Они должны увидеть результат сами». «8. Elles ne doivent pas se plaindre à tout le monde». «Elles ne doivent pas se plaindre à tout le monde». «Они не должны жаловаться всем». «Бон, сейчас вы выключаете меня и переписываете все эти фразы, но вместо глагола devoir вы должны написать первое предложение «il faut» или «il nécessaire», «дальше que» и дальше уже переформулировать эти 8 фраз. Д'accord? «Бон, выключайте, сейчас я переверну файл, и мы будем дальше проверять». «У него» мы проверяем, все сделали. «Il nécessaire», «il faut que», «je». И вот у нас глагол avoir стал «a» и «e», потому что это формула, сурженктив. И вот мы добавляем. «Il nécessaire que j'ai plus d'informations». «Il faut que j'ai plus d'informations». Д'accord? Если вы не сделали правильно, теперь вы понимаете принцип, теперь меня выключаете, перематываете немножко видео, чтобы увидеть начальные фразы и делаете самостоятельно. А мы переходим к второй фразе. «Tu dois boire plus d'eau». «Il nécessaire que tu boives plus d'eau». «Il faut que tu boives plus d'eau». Д'accord? Ensuite, «трои». «Il doit comprendre le principe du travail». «Il nécessaire qu'il comprenne le principe du travail». «Il faut qu'il comprenne le principe du travail». La phrase 4. «Il doit attendre un peu». «Il nécessaire qu'il attende un peu». «Il faut qu'il attende un peu». И тут, обращая ваше внимание, и тут тоже было, «Что у нас усікается?» «Que станет Q, U, апостроф», потому что дальше у нас будет гласное. Ещё раз повторю. «Il nécessaire qu'il attende un peu». 5. «Nous devons appeler tous les clients». «Il est nécessaire que nous appelions tous les clients». «Il faut que nous appelions tous les clients». Ensuite, 6. «Vous devez vous souvenir de cette situation». «Il est nécessaire que vous vous souveniez de cette situation». «Il faut que vous vous souveniez de cette situation». 7. «Il doit voir le résultat eux-mêmes». «Il est nécessaire qu'ils appellent une situation». «Qu'ils voient le résultat eux-mêmes». «Il faut qu'ils voient le résultat eux-mêmes». И последняя, восьмая phrase. «Elles ne doivent pas se plaindre à tout le monde». «Il est nécessaire qu'elles ne se plaignent pas à tout le monde». «Il faut qu'elles ne se plaignent pas à tout le monde». Ensuite, «Volenté». «Vole» необходимо. «Je хочу». Et вот тут тоже несколько phrases. «Je veux, я хочу». Или «J'ai envie». «У меня желание». Или «Il voudrait, он хотел бы». Или «Ну, voudrions, мы хотели бы». «Elle a envie». И вот продолжение. «Il fait beau demain». «Завтра будет хорошая погода». «Tu viens ce soir». «Ты приходишь сегодня вечером». «Nous finissons ce travail». «Мы заканчиваем эту работу». «Tu reçois ce prix». «Ты получишь эту премию». «Tul monde fait le ménage». «Все убираются». То есть «я хочу». «Завтра хорошая погода». То есть вы должны добавить «Чтобы завтра была хорошая погода». И, разумеется, во всех вот этих предложениях у нас уже будет инженктив. Делайте самостоятельно. Выключайте «меня». И включайте, когда уже переделаете все эти фразы. И теперь мы с вами вместе их проверяем. «On y va». «Je veux qu'il fasse beau demain». «Я хочу, чтобы завтра была хорошая погода». «Je veux qu'il fasse beau demain». «J'ai envie que tu viennes ce soir». «У меня желание, чтобы ты пришел сегодня вечером». «Чтобы ты пришла сегодня вечером». «J'ai envie que tu viennes ce soir». «Дальше». «Il voudrait que nous finissions ce travail». «Il voudrait que nous finissions ce travail». «On хотел бы, чтобы мы закончили эту работу». «4. Nous voudrions que tu reçois ce prix». «Мы бы хотели, чтобы ты получил эту премию». «Elle a envie que tout le monde fasse le ménage». «У нее желание, чтобы все убирались». Voilà. Если у вас с этим сложности, не продолжайте дальше смотреть это видео. Посмотрите предыдущие четыре, потому что это все о том, как образовывать глаголы, именно на всю вжентиве, именно третья группа или какие-то сложные. Так что сначала посмотрите, и дальше продолжайте, или можете даже посмотреть заново. А мы переходим к третьему пункту, и это «sensi non» – чувства. «Eh bien», тоже несколько дала конструкциям. «Je suis content, доволен». «Tu es ravi, ты рада». «Il me content, on est доволен». «Nous sommes dessus». «Мы разочарованы». «Vous êtes fâché». «Вы злые», злой, разозленный. Это мужчина один, потому что тут у глагола, у прилагательного фаше нет никаких знаков ни «e» на конце, ни «s». «Ils sont tristes, они грустны». «Elles sont heureuses, они счастливы». Девушки уже. И смотрите, нужно продолжить. «Tu ne pars pas, tu ne ujaïs. Nous restons, мы остаёмся. Nous sommes en retard, мы опаздываем. Tu mens, tu l'jouj, tu vrёj. La porte est ouverte, дверь открыta. Le chien dort déjà, собака уже спит. Вы полуэвионер, вы можете прийти. То есть нужно сказать «Я доволен, что ты не уезжаешь». Это опять «Я доволен» – это фраз, которая выражает эмоции. И дальше она влияет на то, что в придачном предложении все вот эти вот глаголы превратятся в глаголы, все в антиве. Делайте, сейчас посмотрим. Сделали? Смотрим. «Е bien, е думаю, я доволен, что ты не уезжаешь». «Е думаю, что ты не уезжаешь». «Ты рада, что мы оставимся». «Ты рада, что мы становимся». «Ты рада, что мы не стоим». « travelling, скотель, что мы начинаем». « «Он они доволен, что мы опаздываем. Они грустны, что собака уже заснула, что собака спит уже. Они счастливы, что вы сможете прийти. И последний наш аспект – это какого-то суждения. То есть смотрите, это нормально, вы судите. Для кого-то это нормально, для кого-то это нет. Получается что-то субъективное, поэтому мы используем субъективное предложение. Он находит недопустимо. Предложение. Мы делаем или кто-то делает эту встречу, собрание. Эта женщина говорит со всеми. Мы имеем скоро все результаты. И тут у нас будет «с», д'accord? «С» должно быть, потому что это множественное число. Дальше. И фраза «il pleut tout le temps». Идет дождь все время. «Ты говоришь твоей маме это». Теперь вы делаете самостоятельно. А потом проверяем. Проверяем. Это нормально, что все собрались. Или все здесь. Это нормально, что все здесь. Это невероятно. Это невероятно, чтобы мы организовали, чтобы организовали это собрание. Дальше. Я думаю, что эта женщина говорит со всеми. Мне кажется странным, что эта женщина говорит со всеми. Это хорошо, что мы получаем все результаты. Очень хорошо, что скоро у нас будут все результаты. Опять, проблема-то. ela. Проверяем. что это будет имплод 2.